Здарова, вы находитесь на канале Антромер, меня зовут Игорь. И да, это Rainbow Six Siege. Боже мой, нафига я вообще сюда полез? И да, это немного странно, ведь мой канал основан немного на другой игре. И это немного нестандартный формат на моём канале. Но всё же я хочу попробовать снимать и радугу. Да и недавний опрос в сообществе показал то, что вам эта игра тоже интересна. Но! Это не значит, что GTA пропадёт с канала и все ролики будут по радуге. У этого всего будет свой график. Заранее хочу извиниться за голос, ведь я немножечко приболел, если можно так сказать. Чё-то я как-то затянулся вступлением, давайте перейдём к теме сегодняшнего ролика. Ни для кого не секрет, что в радуге не так давно вышла новая операция под названием Shadow Legacy. Или же по-русски Теневое Наследие. Где добавили много всего нового, начиная от реворка карты с шале, заканчивая новым оперативником. И вот как раз таки тему последнего мы затронем в сегодняшнем ролике. Это будет некий обзор и гайд на нового оперативника. Давайте же перейдём к нему. Ну а новый оперативник у нас несёт позывной Zero... Zero... Бэ... Короче, ноль. Ну или же по-русски просто Сэм Рыбак. Из игры вселенной Том Кленсис Сплинтер Целл. И давайте обо всём по порядку. А начнём мы как раз таки со снаряжения. Ну а в арсенале Сэма Рыбака из более таких привлекательных находится МП-7 Бандита. А привлекательно оно тем, что на него можно поставить новый прицел. И получается такой мини-окок. С этим прицелом МП-7 превращается в машину для убийств. Да и что вообще говорить, МП-7 это одно из самых лучших ПП в игре. Ну а второе оружие является внебрачным сыном Калаша Фьюза. А именно SC-3000К. Почему я сказал внебрачным сыном Калаша? Да потому что это оружие является его рискином. Багисов настолько криворукие люди, что просто поменяли текстурку у Калаша. Ведь у этого оружия всё идентично ему. Эдакий Калаш 2.0, только на несколько патронов меньше. Но всё же пушка хорошая. Но лучше всего играть с МП-7. Далее у нас идёт пукалка АТ-шки. Вот этот гушитель с пистолета снять нельзя. Далее у нас идёт ХЕ-шка, но это понятно. И клеймор. Тут уже смотря по какому стилю вы играете. Ну а далее мы переходим к его обилке. Это вот такой вот пистолетик, который выстреливает камерами. И вот этот индикатор. Две стрелочки показывают, что камеру можно чекать через две стороны стены. А одна, соответственно, с одной. Ну это понятно. Также эта камера имеет один заряд шокером. Который может сломать какой-либо гаджет, либо же нанести урон в 5 хп. Сама эта камера ставится как и на обычные стенки. И при этом вы можете чекать всё с обеих сторон. Так и на обычные текстуры, только там вы чекаете только одну сторону. И ещё этот мелкий засранец ставится и на рейнфоршенные стены. И при этом вы можете чекать две стороны. Как и кем контрится данный оперативник за защиту. И тут всё довольно-таки легко. Данная штука контрится Сога и Ягеря, триком бандита. Ну а бандита довольно-таки легко законтрить, если бандит глухой и эту штуку не услышит. Также эта штука контрится Wi-Fi роутером Юта. Тут, как в ситуации с дроном, просто создаются помехи. Но помехи эти работают на довольно-таки небольшом расстоянии и законтрить его тоже легко. Ещё обилка Зеро контрится в Амайом, но там как-то всё криво. Гаджет Зеро просто не уничтожается. А притягивается лишь на ту точку, где был диск в Амайо. Единственный минус его обилки, это то, что его обилка очень-очень громкая. И вы меня спросите, а как тогда играть? А я вам отвечу, что на точке просто достаточно искать какие-нибудь невыдающиеся места. К примеру, это может быть угол какой-либо стенки, либо же потолок. Ну или самый оптимальный вариант, это то, что если точка полностью картонная, то вы просто спускаетесь на этаж ниже и через пол юзаете этот гаджет. В выводе я хочу сказать, что оперативник получился довольно-таки полезным. Если, конечно, грамотно использовать его обилку. Получается эдакая смесь камеры Валькирии и камеры Маэстро. И это всё за атаку. Да, у Ubisoft опять нету новых идей, но не суть. Стоит ли покупать данного оперативника? Если вы какой-нибудь новичок в Радуге и у вас нету базовых оперативников, то нет. Как по мне, Zero подходит к более таким опытным игрокам. И требует более тактической игры, с небольшими элементами агрессивного геймплея. Ну а если вы уже более-менее играете в Радугу и у вас есть нужные вам оперативники, то смело берите данного оперативника. Ну и на этом всё. Огромное тебе спасибо за просмотр. Но если тебе хоть как-то помог, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Ссылки на все мои соцсети есть в описании под этим роликом. Ну а с вами был Антромер, всем удачи и всем пока-пока.